Постоянные посетители 15-й поликлиники не знали, что пришли на прием не просто к медсестре, а к лучшей медсестре России. Марина Акимова принимает в день десятки пациентов и к каждому особое отношение. Пациенты, конечно, встречаются разные, ко всем мы находим подход, как бы все у нас хорошо, никогда на нас каких-то там вот, как сказать, жалоб не бывает. Это страна пациентов, все мы всегда хорошо с ними разговариваем, хорошо доктор назначает лечение, мы все процедуры уходим, выполняем. Для своих пациентов Марина Акимова давно самая лучшая медсестра. Люди, говорят, приходят к ней как к родной. За 17 лет работы в поликлинике Марина Павловна, можно сказать, вырастила уже не одно поколение. Марина Павловна участковая медсестра, я очень часто получаю приглашение различные на профилактические какие-то обследования, флюорографию и так далее. Ну и вообще, в частности, очень так следит не только, наверное, за моей семьей, а вообще в частности за многими. Это очень такой замечательный, прекрасный человек. Все самые лучшие качества в ней заложены. Она всегда идет навстречу, на контакт, она оказывает, как говорится, все, что возможно, когда к ней обратишься за помощью, она выкладывается. В 15-й городской поликлинике работу медицинских сестер уже пару лет назад вывели на новый уровень. Несколько часов в неделю они ведут самостоятельный прием пациентов. При этом процесс лечения не нарушается. Мы привыкли к тому, что медицинская сестра – это просто исполнитель. Ей говорят, поди, принеси карточку, клей, анализ, сделай укол и так далее и тому подобное. На самом деле уровень подготовки позволяет, чтобы медсестра могла делать какие-то манипуляции, организовать вполне самостоятельно определенные направления их деятельности. Марина Акимова – одна из нескольких лауреатов Всероссийского конкурса. Самарская область оказалась богата на медицинские кадры. Первые места заняли также врач-патологоанатом из больницы Пирогова Татьяна Ларина и психиатр-нарколог из Сызранского наркологического диспансера Людмила Лесина. Серебро среди докторов досталось врачу-нефрологу из больницы Середавина Виктору Баринову. Третье – также больница Пирогова, врачу функциональной диагностики Ирине Колесник. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.